В уходящем году сотрудники пожарно-спасательных подразделений Одинцовского района проявили себя на высшем уровне. В сложнейших условиях они выполняли задачи по тушению пожаров, осуществляли спасательные операции в лесах и на воде, реагировали на дорожно-транспортные происшествия, протягивали руку помощи каждому человеку, который оказывался в беде. Главный итог этой сложной работы в 2017 году – сотни спасенных жизней. За 11 месяцев в территориальном управлении совершено 3960 выездов, что на 100 выездов больше, чем в предыдущем году. Спасено 78 человеческих жизней. Значит, мы не зря существуем, так как нет ничего дороже на земле, как человеческая жизнь. Спасателей наградили грамотными медалями и подарками. По итогам года лучшей в территориальном управлении МОСОБУ «Пошспас» стала пожарная часть номер 246, которая располагается в Новоивановском поселении. Кроме награждения, праздничная программа включала в себя концерт, подготовленный воспитанниками Ершовского дома культуры. МОСОБУ «Пошспас» Уговорить на интервью этих героев непросто. Как правило, они всегда в тени и публичности избегают. Простое спасибо – их главная награда. Хотя каждому спасателю есть что рассказать. Это был пожар в Одинцово на вокзальной улице 35. Значит, горела квартира. И нагрузка была настолько велика, что потолок верхней квартиры начал рушиться, и огонь начал попадать в квартиру выше этажом. А выше этажом над квартирой находилась беременная женщина Наталья, я помню еще, был давно, конечно, и ее дочь Настя, трехлетняя. Пришлось как бы ломать бетонные стены с соседнего подъезда, чтобы добраться к этой Наталье и Насте, и извлечь их оттуда. При этом роды у женщины начались прямо в процессе извлечения ее из стены горящей квартиры. Женщина выжила, ребенок выжил, Настя дочь тоже выжила, все выжили. Вырывать людей из всепоглощающей пасти огня для пожарных привычное дело. Однако Одинцовские спасатели рискуют своими жизнями не только ради людей. Один из последних случаев – это поступил сигнал на ПСЧ, на пункт связи части. Мы выехали в составе отделения. На место прибытия мы обнаружили, что горел дом на две семьи, и был большой вольер, и собака была закрыта в вольере. Но никого не было, и никто не мог открыть его, так как была высокая температура и опасный фактор. Пришлось спасать. Пошли, открыли и спасли собаку. Немало слов благодарности и признательности услышали спасатели в этот день. В свою очередь, они лишь скромно напомнили, что если нужна помощь, набирайте 112. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.